True Baby Face Serum. Данная сыворотка с очень лёгкой текстурой в первую очередь предназначена для возвращения свежести кожи, которая страдает, например, от джетлага, если вы переработали, переотдыхали, наоборот, ночью, если кожа страдает от агрессивного воздействия внешней среды. Поэтому в составе данной сыворотки основной упор сделан на антиоксиданты, а также на успокаивающий эффект, хорошее увлажнение и на работу с капиллярами, с сосудами. Основные два ингредиента, находящиеся в максимальной концентрации данной сыворотки, это неоцинамид в количестве 3% и аскорбилглюкозид в количестве 2%. Неоцинамид даёт и сосудокрепляющий эффект, и выравнивает тон, и сужает поры, то есть обладает себорегулирующим эффектом, при этом не пересушивая кожу, если она по типу является сухой. Сыворотка успокаивает благодаря сокуовой веры в составе, глубоко увлажняет благодаря акваксилу в составе и очень хорошо снимает отёчность, что как раз после того, как вы переработали, переотдыхали, но очень-очень важно, благодаря эфирному маслу лицейку Беба или Мэйчанка, она по-другому называется. Основой её является черничная вода, в которую добавлен комплекс, опять-таки, растительных экстрактов, которые обладают преимущественно антиоксидантным действием, то есть это ежевика, это брусника, это земляника, клюква и малина. И этот комплекс в сочетании с высокомолекулярной гиалуроновой кислотой и успокаивает кожу, и увлажняет, и даёт как раз антиоксидантный эффект. Кожа возвращает своё здоровое сияние, более выровненный тон, уходят мелкие неравномерные покраснения и в целом выглядит значительно свежее. Использовать её можно один или два раза в день, как вам удобно, то есть можно наносить и на сухую, и на слегка увлажнённую после тоника очищенную кожу. Закрывать её можно через несколько минут после нанесения любым подходящим вам кремом, например, кремом Мегаполис из данной натуральной линейки ДИЮ, или любым другим. Таким образом, данную сыворотку можно использовать и в молодом возрасте, и в возрасте за 40 и даже за 50, когда кожа подвигается агрессии внешней среды, каким-то внутренним проблемам, и мы можем таким образом вернуть ей хороший внешний вид.